здравствуйте у микрофона татьяна фельгенгауэр присоединяйтесь к нам на youtube канале эхо москвы это особое мнение главный герой которого сегодня дмитрий некрасов экономист здравствуйте внутри ну что у нас какие-то очень странные истории происходят вокруг олимпийского вокруг олимпиады потому что здесь уже даже речь не о спорте о том как относится к россии как россия относится к остальному миру история с возможным допингом керлингиста нашего крушеницкого и уже песков говорит что нам надо дождаться что там со второй допинг пробы и федерация следственный комитет говорит давайте проверяйте странная или не странная сейчас вы мне расскажете ситуация при которой никто не верит нам никому не верим и более того уже там звучат версии что это нам специально мельдоне подсыпали ну вот это вообще как возможно вот это же совершенно безвыходная ситуация это не только про спорт это в целом про отношения ну это скажем так много разных ситуаций одна из них вы совершенно верно ответили про доверие когда ты часто нарушаешь доверие часто всех обманывая что постепенно даже в тех случаях когда ты честен тебя перестают верить и как бы вот ну я понимаю что наверное в данный конкретный момент времени там уровень придирок и каких-то может быть более жестких мер по отношению к россии чем они были бы в нормальной ситуации он высок достаточно в принципе сейчас нам действительно могут много где придираться даже где-то не по делу но ведь мы же все понимаем что это базируется на том что ну фактически была государственная система допощающая прием допинга спортсменами фактически государство покрывало то что часть спортсменов принимала допинг все вот эти вот доклады вскрытые пробы которые вскрывали там соответственно показания этого ротченко там и так далее когда были царапины на каждой ну то есть на многих пробах царапины специфического типа похожие на те которые когда пытались вскрыть таким же образом там эти пробирки да соответственно очевидно что все это делалось как организованно и версия что об этом знала фсб вызывает у меня большое доверие потому что ну у нас во всех органах фактически есть прикрепленные сотрудники и наверняка в соответствующих комитетах там и всех тех русадок такие сотрудники тоже были и всего этого происходить без ведома компетентных органов не могло я уж там не знаю было там знал ли об этом лично путин или там что еще ну там какие-то еще промежуточные люди но очевидно что без участия государственных органов на определенном уровне всего того что происходило там перед олимпиадой сочи быть не могло и конечно что после этого то есть это вот одна часть мы подорвали доверие после этого очевидно что ну вот какие-то еще разбирательства с олимпийским комитетом там отношения испортились очевидно что где-то может быть к нам сейчас подходит более жестко чем ко всем остальным но это связано именно вот с тем что государственная система то есть ну вот отдельные спортсмены везде употребляют допинг это понятно но когда есть целая государственная система, которая какое-то время просто, по сути дела, покрывала такие действия на государственном уровне, подчеркиваю. Ну, это, скажем так, вот и привело к той ситуации, которую мы сегодня наблюдаем. Относиться будут жестко или несправедливо? Потому что сейчас это выглядит действительно уже просто несправедливо по отношению к спортсменам в первую очередь. Я думаю, что во многих случаях будут в том числе и несправедливо. Ну, в смысле, справедливость это такое тут очень сложное, как сказать, понятие. Но важное. Жестче, чем к остальным. Жестче, чем к остальным. То есть, долгосрочно, понятно, что вся эта история сильно подорвала доверие к любым словам российских спортсменов и российских, уж тем более российских чиновников от спорта. И, наверное, к нам сейчас, то есть я объективно сейчас к нам относится там гораздо более жестко, чем, ну, допустим, кому-то еще. Но сказать, что это совсем необоснованно изначально нельзя, потому что мы все-таки на государственном уровне допустили покрывание и целую систему подмены проб там и так далее. То есть, это, ну, все-таки, ну, с моей точки зрения, достаточно хорошо обоснованный факт, в который большинство функционеров соответствующего МОК там и всех остальных верят как факт. И это является причиной такого сейчас, может быть, необоснованного резкого отношения в каждом конкретном случае. То есть, доверие – это такая вещь, которая зарабатывается годами, постепенно, и для того, чтобы такое отношение изменилось, нужно на протяжении многих лет демонстрировать кристально чистые там результаты и так далее. – Хорошо, это если мы говорим о доверии внешнем, скажем так, да, доверяют России, Россия доверяет или не доверяет. А если говорить о доверии внутри страны, доверия граждан к властям и властей к гражданам, вот эта история с российскими наемниками в Сирии, сколько их там, при каких обстоятельствах, как, почему, сколько людей погибло, сколько не погибло, все время новые данные, новые цифры. Вот сегодня BBC публикует новые документы, русская служба BBC, и там речь идет о 54 людях, в то время как Мария Захарова утверждает, что там, ну, максимум 5. Вот здесь, что власть не доверяет гражданам и не в состоянии рассказать им правду, это же граждане Российской Федерации. – Безусловно. Нет, ну, у нас власть давно и последовательно по многим вопросам врет. История, которая приключилась там 7 февраля, она крайне неприятная перед выборами для властей, ну, просто крайне неприятная. То есть мы прекрасно понимаем, что счет там в любом случае идет на десятки погибших россиян, на десятки, я не знаю сколько, но это десятки. Соответственно, это в ситуации, когда нас там нет, вроде как. – Ну да, мы же там почти победили. – Как это произошло? Это же просто наглядная демонстрация того, чего стоит российская армия в условиях современной войны. Ну, то есть просто вот реальное боестолкновение с американцами продемонстрировало, что мы из себя представляем. – Ну, это не армия все-таки российская, а частная военная компания. Наверняка наша армия гораздо более обороноспособна. – Есть у меня некоторые сомнения, но тем не менее, так или иначе, вот все комментаторы акцентируют на этом тоже внимание, что как это было просто вот… продемонстрировало нашу мишку боеспособность, прямо скажем. Поэтому как бы это крайне неудобная новость, она будет замалчиваться последовательно. Я не… То есть, конечно, понятно, что шил на мешке не утаишь, слишком много погибших, и как бы вся эта информация постепенно расползается, но понятно, что как бы официальные власти будут это, по крайней мере, до выборов, стараться игнорировать, насколько это возможно, в принципе. То есть я не вижу для них другой стратегии. Но что сейчас Путин про это скажет? Я не знаю. Ну, то есть… – Да что вообще сейчас Путин говорит? Он, по-моему, ничего не говорит. – Ничего не говорит. Вот он, я думаю, что он всячески будет стараться избежать любого обсуждения этой темы по меньшей мере до выборов. Потом будет какая-то более правдоподобная версия. Ну, власть, понятно, что вся эта история, она постепенно подтачивает доверие в том числе наших граждан к нашей власти. Потому что чем чаще мы врем, тем больше, тем меньше верят официальной информации. Но это все очень постепенные процессы. Это не произойдет на части. Это очень длинное накопление таких вещей. – Ну, просто та же история в Дагестане, где человек расстрелял прихожан в церкви, которые выходили после службы, там, пять погибших. И дальше вот исламское государство берет на себя ответственность за этот теракт. И как? Мы же победили исламское государство. Да мы же уже всем объявили, что все, вот, мы всех победили. А тут, в Дагестане, на территории Российской Федерации это происходит. – Нет, но это все-таки немножко две разные истории. Тут надо понимать, что исламское государство, как государство, сирийцев непосредственно, то есть формально же это армия Асада, в принципе, да, там, грубо говоря, и наших там инструкторов и спецов, непонятно, то есть источники очень разнятся по оценкам. Но так или иначе, это в любом случае десятки людей. Это самая большая потеря за все время операции, я думаю, больше, чем вообще, ну, за все остальное в совокупности. Конечно, такую вещь скрыть очень сложно, и она крайне болезненна, особенно просто заявление о победе и выводе войск. Ну, и вам ответят, что официально-то это никакие не войска. Нет, это правда, официально не войска, то есть это не российская армия, это правда, но это российские граждане, которые в достаточно большом количестве погибли, и надо как-то это комментировать. я уже сказал, да мало ли российских граждан, господи, в каких странах, за всеми не уследишь. Сейчас делаем перерывы экономически-политические дела, хотелось с вами еще поговорить. История с Магнитом, что это было, на Сергея Гальцком просто не было лица, когда объявляли о сделке. Но это дело всей его жизни, тут-то понятно, что для него это ответственное решение. Я не думаю, что кто-то его заставлял, то есть я крайне негативно отношусь к этой ситуации, понятно, что любое государствование это плохо, когда одна из самых эффективных частных сетей вдруг зачем-то переходит под контроль государства, даже если учесть, что там последние годы развития шло не так эффективно, как раньше, да, и там было много потери, скажем так. Тем не менее, все равно переход от такой сети под контроль государства это довольно-таки негативный момент с любой точки зрения, с точки зрения долгосрочных перспектив развития экономики и страны. Сделка кажется мне вполне рыночной для самого Галецкого, как человека, который, ну там, может быть, действительно устал от бизнеса и решил выйти из него, ну, в принципе, там и оценка компании, все это кажется довольно логичным. То есть, в принципе, с точки зрения Галецкого самого, который выходит из бизнеса, это более чем логичный шаг. С точки зрения ВТБ, это тоже может быть каким-то логичным шагом, у них там может быть своя какая-то логика, но с точки зрения экономики страны, да, ее, скажем так, вектора, ее развития, ничего хорошего в том, что госструктуры приобретают, по сути, контрольный пакет крупнейшего ритейлера, я не вижу. Это исключительно негативно скажется долгосрочно на всем, на производительности, на конкурентности рынка, на том, что, возможно, начнут посредством, скажем так, административными методами удерживать цены где-то, да, то есть, ну, понятно, что когда собственник компании, это государственная структура, там гораздо проще приказать относительно того, чтобы там цены на социально значимые товары, допустим, не менялись, да, то есть и так-то власти постоянно давили на ритейлеров в этом плане, а тут могут быть просто дополнительные рычаги. Ну, и в целом, как показывает мировая практика, государство всегда менее эффективно управляет, чем угодно, нежели частный бизнес. ВТБ, конечно, понятно, что тоже там посредована государственная структура, но, тем не менее, это, ну, эффективности не добавит. И в целом, на мой взгляд, для экономики это весьма негативный момент. Ну, мне еще интересно, конечно, как это может восприниматься инвесторами, потому что если человек выходит из бизнеса, он, как сегодня, кстати, в газете ведомости написал Константин Сонин, не видит никаких перспектив. Нет, очевидно, ну, инвесторы, мы уже видели, что цену на акцию упали, это и есть реакция инвесторов. Инвесторам, конечно, такое развитие событий не нравится, тем более, что там довольно нагло было сделано, они же купили, там, 29 копейок. Да, да, да. При 30 процентах нужно было бы сделать обязательную оферту всем инвентариям по выкупу всех остальных акций. Они этого не сделали, то есть, они фактически получили контроль, потому что, ну, магниты нет других крупных акционеров, эти 29 процентов, это, по сути, контрольный пакет. Они получили контроль, при этом, не сделав никому, не дав возможности продать эти акции, имеется в виду инвентариям, и, соответственно, теперь непонятно еще с какими мотивами дальше ВТВ будет, как развивать этот магнит. То есть, в целом, это, то есть, с одной стороны, вроде как бы картинка, ну, вполне себе рыночная сделка, тут не заподозришь никаких там особых откатов или каких-то еще вещей, то есть, в принципе, сделка рыночная, да, но общая динамика такого рода вещей, она для страны негативна, то есть, ничего хорошего нет в любом государствовании, а уж в таком, тем более за деньги, вообще непонятно зачем, то есть. Ну, сейчас вот придут и скажут вам наоборот, вы же сами говорите, не будут повышать цены на продукты. А это хорошо? Это, знаете, так только в очень краткосрочной перспективе. вы же понимаете, что люди, которые ходят в магазин, не задумываются о том, хорошо это или нет. Они и так на одну и ту же сумму денег с каждым годом могут купить все меньше. Это понятно, но долгосрочными последствиями удержания административного цен становятся дефициты, пустые полки в конечном итоге. Я не говорю уж про другие некоторые моменты, которые там, искажение конкуренции, там, ну, короче, можно очень долго на эту тему говорить. Понятно, что в краткосрочном периоде любое там замораживание цен, это там благоприятно для потребителей, но в долгосрочном периоде это негативно сказывается на эффективности экономики, соответственно, на доходах тех же самых потребителей и на их возможности покупать какие-то товары. Ну, с другой стороны, у нас, судя по всему, горизонт планирования все ближе и ближе, и вот уже бюджет мы только на год верстаем. Ну, это-то как раз не вот чтобы, в принципе, у нас есть трехлетний план, но, в принципе, бюджетное планирование у нас более-менее нормально, у меня тут нет никаких серьезных претензий, более того, с момента, когда мы начали вести безумную внешнюю политику, мы стали гораздо более разумно вести внутреннюю экономическую, то есть, если у нас, грубо говоря, произошло... Обоснуйте. Ну, мы, допустим, в конце 2000-х, начале десятых годов крайне активно наращивали расходы бюджета, и у нас каждым годом цена нефти, при которой бюджет балансировался, росла, росла, росла. Мы, не знаю, в 2007 году имели при цене на нефть в 60 долларов за баррель профицит бюджета в несколько процентов ВВП, а потом мы уже в 2013-2014 году имели при цене выше дефицит бюджета, при цене, допустим, в 100 долларов за баррель имели уже дефицит бюджета. То есть, мы постоянно наращивали обязательства, не думая о завтрашнем дне. Как только у нас ввели санкции, в общем-то, ситуация ухудшилась, бюджетные расходы были заморожены, многие расходы были на самом деле порезаны, и последние три года у нас происходит реальная бюджетная консолидация. То есть, мы, по сути, де-факто, я думаю, что 2018 год проживем без дефицита вообще. Мы опять вернулись к без дефицитному де-факто, по крайней мере, бюджету, потому что, если цена на нефть будет такой, какая она есть сейчас, то де-факто бюджет уложится в ноль. Ну и многие другие вещи, то есть, грубо говоря, если до Крыма у нас основной был такой социал-популизм, скажем так, на чем власть пыталась заработать очки, то после Крыма власть стала зарабатывать очки исключительно на внешних каких-то вещах, позволяя себе более либеральные и жесткие действия в экономике. То есть, в целом, если смотреть чисто на экономическую политику, то я однозначно вижу большую позитивную разницу, как она изменилась в позитивную, с моей точки зрения позитивную, это либеральная, в либеральную сторону, после того, как мы сошли с ума во внешней политике. То есть, одно с другим связано. Они зарабатывают внутреполитические очки на этом, имеется в виду набрятся не военными мускулами, и при этом вопросы, скажем так, расходов бюджета, ну, по сути, пенсии, условно говоря, индексировались медленнее, чем инфляция. Какой тогда был? Всегда индексировались быстрее. А это вопрос, условно говоря, консолидации бюджета. То есть, это не так хорошо для людей, но с точки зрения долгосрочной выживаемости бюджета и его сбалансированности, это, безусловно, разумные шаги. Но и таких вещей очень много могу перечислить. Ну, хорошо, я думаю, что, наверное, с точки зрения экономиста, который опирается на экономическую науку, может быть, действительно все выглядит так, но согласится ли с вами гражданин? Нет, большинство населения, конечно, с этим не согласится. На большинство населения все надо увеличить расходы и снизить доходы. Но такая политика, мы видим, к чему приводит в Венесуэле, и сами наблюдали, к чему приводила такая политика в начале 90-х, там, в конце 80-х. Снизить засекреченные расходы? Можно, нет, я же не говорю, что все хорошо. Конечно, военные расходы можно и нужно снижать, необходимо, обязательно. И прозрачность каких-то расходов тоже можно повышать, и эффективность, это все понятно. Но, как сказать, это одна составляющая, да, а есть другая составляющая. То есть мы, допустим, фактически весь период с начала 2000-х по 2014 год опережающими темпами повышали социальные расходы и многие другие бюджетные расходы, а доходная база начинала от этого отставать. То есть очевидно, что все равно так или иначе вся эта история бы корректировалась. Вот она и корректировалась последние несколько лет. Дмитрий Некрасов в программе «Особое мнение». Такая неприятная история, но она нередкая как-то среди представителей власти. Значит, помощника главы Якутии снимают с рейса аэрофлота, авиакомпания говорит, что он, значит, ругался, пытался войти в кабину пилотов, а сам глава Якутии говорит, что, типа, да нет же, это вот проклятый аэрофлот сам виноват. Это же не первый раз, когда высокопоставленные лица совершенно просто по-хулигански себя ведут и считают, что это нормально. Откуда вот это вот, не знаю, какое-то представление о сословности, что им можно, что ли? А мы тут все холопы у них? Как это вообще работает-то? Ну, такие вот у нас представления, действительно, причем они не только в самой элите, они и во вне элиты. Ну, то есть, действительно, мы действительно во многом похожи на сословное общество. У нас действительно преклонение перед властью или там, если там, по-умному, дистанция власти, так называемая, да, в культуре управления, она очень большая. У нас к начальникам относятся не как к равным, да. Мы не скандинавская страна в этом плане, с точки зрения культурных норм и всего прочего. Это плохо. С этим надо бороться, надо снимать с рейсов там и много еще чего. Но понятно, что это культурные стереотипы и нормы, которые вырабатывались веками и, по большому счету, наверное, еще с монгольского периода, вот как мы, по сути, скопировали социальную систему монгольскую и вот в ней до сих пор существуем. Социальные технологии, я имею в виду, такие жестко мобилизационные и как бы быстро это не изменить. То есть единственный способ это быстро изменить, это завести каких-нибудь датчан в качестве чиновников. Это единственный как бы вариант, как можно быстро изменить такие практики. А так постепенно, постепенно, потихоньку, отучая, конечно, какой-то прогресс все-таки есть. Мы все равно же видим, если сравнивать с тем, что было, допустим, в начале 90-х, ну или даже в начале 2000-х, с точки зрения количества и поведения на дороге, машин с мигалками, с точки зрения многих других подобных вещей, то в целом можно заметить, что все-таки это сократилось несколько. И количество такого рода распространенных чиновников все-таки сейчас несколько меньше. Я надеюсь, что постепенно это будет двигаться в этом направлении, но не быстро, быстро это не переломать. Но все равно вот есть какая-то категория людей, которые себе позволяют абсолютно все. Есть, да. И совершенно непонятно, какую праву-то вообще на них находить. Ну, знаете, вот так по роду вещи... Ну, просто ответ, а у нас так принято, это очень плохой ответ. Нет, я же не говорю, что это хорошо. Это очевидно плохой ответ. Ну, просто смотрите, всегда есть какой-то баланс представления о том, что сейчас сегодня именно прилично. И постепенно-постепенно это сдвигается. То есть, условно говоря, та же самая коррупция там еще много лет назад была гораздо более откровенной, а сейчас там принято немножко все это больше вуалировать. Постепенно-постепенно... Вот это прогресс, действительно. Да, да, да. Теперь не стесняемся. А дальше вот это станет неприлично, а потом то станет неприлично. И это только постепенно. Вот эта вот грань между приличием и неприличием, она должна смещаться постепенно совершенно. По-другому не получится. Сейчас делаем небольшой перерыв. Мы в политике говорим сегодня, благо, что это вещи связаны непосредственно. Непосредственно. По поводу выборов, как и обещала, тут много разных тем. Многое крутится вокруг предвыборной кампании и фактически отсутствие Владимира Путина в этой самой предвыборной кампании. Потому что, например, стало известно, что не будет он сниматься в собственных роликах. Ну и старого намонтируют. Может, оно так и правильно? Что нового вам может сказать? Дмитрий, Владимир Путин? Мне особо ничего. Он все уже сказал. Я ничего нового от него не жду. Но очевидно, что в любом случае упоминаемость Путина во всех федеральных СМИ, сегодня, по-моему, в «Ведомостях» была большая статья на эту тему, она гораздо выше, чем у любого другого кандидата. Едва ли непорядково больше, чем у любого другого кандидата. Результат выбора, в принципе, предопределен. Все понятно. Поэтому ему особой кампании это действительно может и не нужно вести. Ну, а то, что он сейчас пропал, я бы все-таки связывал скорее всего именно с этими событиями в Сирии. Просто ровно потому, что непонятно, что говорить вообще, как из этой ситуации выходить. Мне кажется, что он воспринял все это дело очень болезненно, хотя, конечно, я не обладаю никаким инсайдом, это чисто досужие домыслы меня как наблюдателя. Соответственно, он выиграет кампанию и без участия, и даже непонятно, что от этого больше наберет или меньше. При этом они, видите, там все эти мобилизующие ролики запускают, там как приходить на выборы смешные и там разные. Слушайте, ну это стыдные ролики, они смешные. Ну, а стыдно, как сказать, это же все зависит от вкуса смотрящего, да, мне тоже они не нравятся, но как бы я думаю, что они будут достаточно эффективны с точки зрения основной массы населения. То есть все-таки мобилизацию они делают не глупо, на мой взгляд. То есть то, что все это делается, они... То есть мы понимаем, что это как бы некрасиво в 2018 году так делать, но они же никогда этим не заморачивались. Свои задачи они решают. То есть у меня нет никаких сомнений относительно того, как сказать, какие... Какой будет конечный результат выборов, однако есть очень много нюансов в этом процессе. И опять-таки вот это сдвижение границы того, что прилично, а что неприлично, оно же происходит постепенно. Поэтому вот мы, мы с Дмитрием Гудковым, например, на этих выборах организовываем там штаб по наблюдению по Москве. Можно записаться на гудков.ру на сайте стать наблюдателем, мы там проводим тренинги и все прочее. Мы будем помогать наблюдению, что называется, чтобы уменьшить количество... Ну, то есть, по крайней мере, гарантировать, что в каких-то местах страны масштаб нарушений будет не столь значительным. Ну, тут просто какие-то взаимоисключающие, а может быть, просто взаимодополняющие, я не понимаю, вещи. С одной стороны, мы видим, что администрация президента делает все, чтобы люди пришли на избирательные участки. Это не только стыдные и ужасные ролики, но и разнообразие кандидатов, и свежие лица, и Собчак, и Грудинин. А с другой стороны, Владимиру Путину это вообще все неинтересно. Ну, не надо ему это все. И это как-то не очень просто в одну картинку как укладывается. Да легко. А я вообще тут не вижу никакого противоречия. Администрация президента отрабатывает те задачи, которые поставлены. Что там творится в голове у Путина, я не знаю. Опять-таки, могут быть совершенно... То есть, он мог действительно заболеть. Во-первых, давайте так. Всегда есть очень простые объяснения, которые могут работать. Он мог действительно сильно заболеть, но мало ли что, случается грипп какой-нибудь, такая ерунда, серьезная. Он мог действительно сильно расстроиться от событий в Сирии или еще что-то такое произойти. То есть, здесь могут быть объяснения совершенно не из того разгляда, что ему неинтересно. Ну, отказ от дебатов был раньше, чем в Сирии. А он когда-то раньше участвовал в дебатах, хоть в каком-то году, он никогда в них не участвовал. То есть, отказ от дебатов был ожидаем. То есть, стилистика компании в целом тоже примерно ожидаема. То есть, я здесь ничего нового и необычного не вижу. По поводу явки, о которой так много говорят, вы согласны с тем, что для Кремля это такой принципиальный вопрос, чтобы люди пришли? Нет, очевидно, они работают на явку. Очевидно, что для них важно, чтобы она была высокой. Насколько они будут убиваться за очень высокую... Мне кажется, на месте Кремля я бы больше внимания уделял тому, чтобы было минимум нарушений, нежели вопросу явки. Потому что нарушения могут в большей степени делегифицировать выборы, нежели то, что явка там будет не 60%, а 55%. С моей точки зрения. Но опять-таки мы же понимаем, что, во-первых, а в Кремле там тоже есть разные башни, б на местах многие губернаторы прекрасно понимают и помнят, как происходили все предыдущие выборы. То есть, с одной стороны, говорили, делайте все честно, а с другой стороны, тех, у кого был плохой результат за Единую Россию или за Путина, потом снимали. И мы это понимаем. Поэтому губернаторы, каждый там в меру своей ситуации, испорченности и там понимания того, куда ветер дует, будут по-разному совершенно себя вести с точки зрения нарушений или не нарушений на выборах. Я даже не уверен, что эта ситуация хоть сколько-нибудь централизованно управляется из Москвы, хорошо, по крайней мере, управляет. То есть, какие-то общие вещи могут сказать ребята там, типа, давайте там без эксцессов или наоборот, давайте любой ценой. Но глобально это все зависит. У нас есть всегда традиционно там, допустим, крупные города, ну, особенно там Москва, где относительно, ну, последние, по крайней мере, годы, относительно честно там считается и проводится выбор. А есть всевозможные так называемые электоральные султанаты, да, которые там, ну, на Северном Кавказе не только там, где традиционно совсем нечестно проводятся выборы. То есть, поэтому это будет скорее зависеть от традиций в каждом конкретном регионе и там стиле губернатора, нежели там от центра глобального. Ну, тут же тоже интересно, что хорошо, мы все честно посчитаем, ну, просто мы точно так же честно раздадим очень много открепительных удостоверений, у нас там все дворники приедут и быстренько проголосуют. Это же... Нет, ну, они же приедут и проголосуют, и что? Ну, вы имеете в виду, то есть, если человек просто приехал в другой регион, то это влияет только на соотношение, то есть, допустим, для Москвы это важно. Нет, нет, я имею в виду, что мы... Откровенные карусели. тоже будут. Ну, в целом, вот, по крайней мере, пока, вот то, что я вижу последние несколько лет, если там брать за точку отчета, там, условно говоря, одиннадцатый год, мы скорее видим, как выборы становятся более честными с точки зрения откровенных взросов и откровенных нарушений. И зона тех мест, где они проводятся относительно честно, то есть, когда я говорю про честное, это не про равность, равный доступ к смене, не на равный доступ к смене. Ну, понятно, да-да-да. Предварительные все у нас уже все было нечестно. Да, про то, как считают, ну, конкретно считают. То, в целом, я скорее вижу, что зоны, где относительно честно считают, она скорее расширяется и в настоящий момент охватывает, ну, по крайней мере, столицы и большинство городов-миллионников, по крайней мере. Вы знаете, Дмитрий, очень интересно получается у нас через весь наш разговор такая мысль, что коррупция есть, да, но хотя бы начали стесняться, да, стараются спрятаться. Голосование нечестное, да, но хотя бы уже есть какие-то точки, где скорее честное. Ну, в общем, это... Нет, ну, а я в целом, поймите, там при... Все очень плохо, но вот, а за навесочки висят нарядные. Ну, как сказать, я при всем своем там негативном отношении к режиму Путина очень далек от простых заявлений, что вот ребята вообще ничего не делают, только воруют, и полный бардак. На самом деле, ведь мы же можем сравнивать, но вот у нас вокруг есть... Мы себя любим сравнивать с Западной Европой, но, к сожалению, мы не Западной Европой. Вокруг у нас есть страны СНГ, и сравнивать себя нужно с ними, потому что у нас такие же культурные коды, мы такие же оттуда же пришли. И в целом, если так вообще вот смотреть, то кроме Казахстана, я не вижу ни одного другого примера, где правительство более эффективно, чем в России. В этом плане я... Вы меня, конечно, извините, но там и ресурсы другие. Почему? Ресурсы везде разные. В Казахстане, на том же самом надушном усилении, нефти добывается больше, чем в России. Да, какие ресурсы? И в Азербайджане... У Таджикистана, у Киргизии, у Узбекистана, там не очень все хорошо. У Грузии, у Украины, замечательная Украина, да, где все не очень хорошо. Ну, так вот, подождите, стоп. Я про это вам говорю, что вот примеры как раз Украины, Белоруссия и что. Понятно, что часть разницы в нашем уровне жизни, причем в случае с Украиной, основная часть, это на самом деле вопрос исключительно не то, что у нас есть нефть, а у них нет. Но есть, очевидно, не самое качественное государственное управление в той же самой Украине. И в той же самой Белоруссии тоже не самое качественное государственное управление. Я же про что и говорю, что если сравнивать себя с сопоставимыми вещами, да, говорить, что у нас все прям вот из рук он плохо, нельзя, мы что-то постепенно эволюционируем. Мне кажется, Дмитрий, не очень справедливо сравнивать вот это как раз, мне кажется, несопоставимые вещи. Почему? Сравнивать нашу сверхдержаву. Да, ну, Господи. С Грузией, с Беларусью. Вот надо как раз вот это неадекватно сравнивать себя с американцами. Адекватно мы Бразилия, мы по всем показателям Бразилия, мы по размеру населения, по размеру экономики, вообще фактически по всему мы Бразилия. И вот я за то, чтобы вести себя на международной арене, как Бразилия, то есть не высовываться никуда, да, а вот во всем остальном надо здраво осознавать, что мы Бразилия, и пытаться исходить из этого, а не из того, что мы какая-то сверхдержава, что мы там велики, это все бред. Это просто бред. Чистой воды бред. И это главная моя претензия, то есть, еще раз, моя претензия к руководству нашей страны состоит в мании величия и рассказе про то, что мы великая держава. А то, что делается во внутренней политике и экономике, ну, опять-таки, в сравнении с тем, что реально могло быть, с тем вот диапазоном вариантов, я говорю, есть только один пример. Пример Назарбаева, который более эффективный, который нас обогнал за все это время, то есть, когда Союз развалился, они сильно от нас оставали, сейчас они у нас уже по индушу население обогнали, по всем реформам гораздо больше вперед продвинулись и продолжают это делать. Кроме Казахстана, все остальные примеры менее успешны, чем примеры Российской Федерации. Причем некоторые из этих примеров, они совершенно сопоставимы с точки зрения ресурсного. То же самое, допустим, Азербайджан, например. А вот еще вот наши слушатели спрашивают, а почему забываете-то про Прибалтику? Ну, потому что в Прибалтике был, я сразу сказал, что про СНГ, да, потому что в Прибалтике был очень сильный инвестициональный трансфер со стороны Евросоюза. Мы же понимаем, что, по сути, Прибалтику, а, финансово содержит ЕС в значительной степени, б, что гораздо важнее. Многие институты, методы и практики обеспечиваются евробюрократией. То есть, грубо говоря, ЕС, вот, например, в случае Прибалтики, особенно активно в случае с Румынией и Болгарией, они же просто останавливали какие-то программы помощи, пока, вот, допустим, этот случай коррупции не будет расследован. И это крайне эффективно. Они за волосы тянули эти страны в более цивилизованную инвестициональную среду. У нас, к сожалению, вот этого нет. Да потому что никто не хочет расследовать коррупцию. Ну, просто там тоже никто не хотел, ни в Болгарии, ни в Румынии, но Евросоюз заставлял расследовать коррупцию, останавливая деньги. Вы что думаете, Владимир Путин не может заставить кого-нибудь расследовать коррупцию? Я глубоко убежден, что один человек ничего не может, какая бы его ни была фамилия, ничего никогда не может сделать для серьезной борьбы с коррупцией. Борьба с коррупцией — это многодесятилетняя длинная история, которая и вообще уровень коррупции изменялся всегда и везде очень постепенно. Случаев какого-то быстрого прорыва в борьбе с коррупцией я знаю только один. Вот есть только один пример — это Сингапур. Но там, простите, завезли и правительство из иностранцев, да и фактически население все поменяли, потому что там значительная часть малайцев уехала. Ну, короче говоря, это просто очень жесткий пример и пример маленького города, который нельзя экстраполировать на большую страну типа России. В такой большой стране любые изменения в вопросах типа коррупции — это изменения на десятилетия постепенной полномерной работы, в которых один человек ничего сделать не может. Ой, хорошо, что 18 лет у нас уже изменения идут, да, Дмитрий? Идут, и еще 18 под дождем. Ну, мы боюсь, что под дождем-то мы гораздо больше, чем 18. Я не говорю, что хорошо идут, могли бы быстрее идти изменения, да. Спасибо большое, Дмитрий Некрасов, программа «Особое мнение». Всего доброго.